Вот это мой старый ноутбук. Именно на нём я начал заниматься программированием и начал разрабатывать мою самую первую игру. Но за 6 лет пользования он очень устарел и стал кирпичиком. Windows тут только запускается минут 20, а чтобы можно было нормально пользоваться, надо подождать ещё минут 15. То есть за это время я мог пойти покушать, попить чай и сходить в магазин. Именно на таком слабом железе я хочу сегодня попробовать создать игру. Но лично я не особо хочу столько ждать запуска компьютера и всех его программ, поэтому я решил попробовать поставить на него Linux. Кто не в курсе, эта система намного легче окон и может дать жизнь старому железу. Ну и ещё мне просто интересно его поставить. Для этого я создал установочную флешку с Маджара и попробовал установить с неё на другую флешку. На диске были нужны данные, но во-первых она устанавливалась 6 часов, а во-вторых после установки я понял, что флешка у меня максимально медленная. Даже на Windows работать было бы быстрее. Систему надо было ставить только на диск. И к счастью я нашёл клад на балконе. Этот внешний диск был далеко на полке в шкафу, на него я и поставил Linux. Что классно, эту систему можно сделать очень красивой. А что не классно, теперь ноутбук запускается только когда к нему подключен этот диск. Попробовал поредактировать несложный код на питоне. Установил редактор и язык через терминал. Для меня очень даже удобно. С питоном справляется изично. Тогда давайте приступим к более тяжёлому. Скачал с официального сайта установщик Unity. Но после ошибки переустановки у меня этот файл вообще перестал открываться. Вы знаете, типичная паранормальщина со старым железом. В какое-то время вообще думал, что Unity не запустится. И не на нём надо делать. Но в итоге через терминал смог установить. Есть кто не знает, что такое терминал. Короче говоря, знаете типичный интерфейс компьютера в 80-х. Вот такой есть в Linux. Только теперь это круто. Для записи с экрана на Linux вообще скудный выбор программ. Поэтому выбрал я OBS-ку. Самый стандарт. Кстати, да, запись может быть немного в низком качестве. Потому что ноутбук её еле тянул. И тут такая проблемка. Драйверов-то нет. Поэтому видео проигрывается очень плохо. Что ж, давайте попробуем выбрать их. Упс, теперь мой ноутбук снова стал кирпичиком. Но в этот раз он кирпичик с чёрным экраном. И тут включается преимущество Linux над Windows. Что бы вы делали в таком случае в Windows? Мне кажется, переустановили бы систему. А тут всё намного проще. Включаем виртуальную консоль. Это как терминал, только консоль. Там вводим несколько команд, и всё, лишний драйвер удалился. К сожалению, этот процесс я показать вам не смог. Потому что кроме самой виртуальной консоли в этот момент в компьютере ничего не работало. Ну хотя знаете, в Windows скорее всего драйвер нормально установится. А не вот так. И уже после этого я выбрал нормальные драйвера. И наконец создаём проект. Оказывается, у меня внутренние диски были открыты только для просмотра. Я несколько дней мучился с этой ошибкой, пытаясь переподключить его для редактирования. Но всё оказалось намного проще. У меня Windows не был полностью выключен. Поэтому Винда использовала эти диски, а Linux не давала. Вот из-за таких моментов иногда жалеешь, что выбрал Linux. Драйвера, диск, групп. Не поймите мне неправильно. Система мне понравилась. Но она, как и всё, не без минусов. Теперь ошибки не появляются. Создаём проект. Он создавался где-то час. И тут я понял, что ноутбук просто завис. А чтоб он не зависал, лучше будет попробовать другой инструмент. К примеру, можно выбрать гейммейкер. Стоп, ты же всегда Unity пользовался? Почему гейммейкер? На самом деле, всё просто. Я лично проверил, что он производительнее, чем Unity. Между фотошопом, программой для анимации и ещё кучей программ переключаться не надо. Потому что всё встроено внутри движка. Можно как писать код, так и использовать драг-н-дроп систему. Не обязательно знать программирование. На нём созданы многие популярные игры. К примеру, Undertale. Благодаря гейммейкеру создавать игры стало намного проще. Есть куча официальных гайдов по этому движку. Так что совершенно точно можно научиться делать игры. Можно пообщаться с другими креаторами в их Дискорде и Реддите. Короче говоря, гейммейкер отличный инструмент для разработки 2D игр. Начните бесплатно по ссылке в описании. Напишите в комментариях, что вам больше всего нравится в этом движке. Я лайкну ваш комментарий. А пока я вам это рассказывал, проект в Unity наконец запустился. Но есть одно но. Мне не в чем писать код. Visual Studio на Linux не работает. Поэтому почему бы не попробовать Visual Studio Code. И тут выскакивает ещё один минус Linux. Неофициальные источники. Я скачал две Visual Studio Code. И даже не могу сказать, какая из них официальная. Сказать могу только одно. Ни одна из них не работает как надо. Нормальных подсказок для Unity вообще нет. Только еле как для C-Sharp что-то выдает. Кто-то скажет, что я недонастроил что-то. Но могу вас уверить, что настроил я всё верно. Для начала попробую создать 2D проект. Что можно сделать самое простое. Просто для теста работы. Думаю, что в Flappy Bird сойдёт. Вроде просто, но делал я эту игру 3 дня. Задержка по одной простой причине. Загрузка час. Два. Ладно, сделаю завтра. Когда движок запустился, первым же делом я создал квадрат. Я решил, что буду делать игру из примитивных фигур. Это просто удобнее для тестирования железа в разработке. Мда, даже квадратик создавался около минуты. После этого создал скрипт. Давайте попробуем накодить движение персонажа. И код почему-то был белым. А, это он не прогрузился. Кубик подпрыгивает при нажатии на пробел. Давайте хотя бы для красоты сделаем небольшой фон. Только в отличии от Flappy Bird у нас задача не вылететь за края. Ну то есть мы можем врезаться в эти палки сколько захотим. И ещё я сделал фон контрастным. Потому что не на ярком экране ноутбука игру было очень плохо видно. Дальше генерация уровней. Тоже сделал просто. А ещё добавил деньги за прохождение этих локаций. Если их можно так назвать. То есть что можно сказать по созданию 2D игры. На слабом железе создать 2D игру вполне можно. Но это вызовет намного больше проблем, чем на обычном ПК. Начиная от глюков и подвисаний, заканчивая нерабочими подсказками. Все эти неудобства влияют на скорость работы. Рисовать 2D спрайты тоже мне не было особо удобно. Я это делал в Джимпе. Но особых результатов не добился и сама программа мне не особо понравилась. А что насчёт работы с 3D? После всех этих тормозов ты сам уже настолько тормозишь, что я пытался создать проект кнопкой открыть. И что в результате? С 3D игрой работать просто невозможно. Проект у меня еле запускался. Давайте что ли кубик добавим? Я попробовал импортировать обработку картинки. Но тут ноутбук просто завис. Включил дабел постпроцессинг. Постпроцессинг не работал. Да вы шутите. Работать невозможно. Все, я умываю руки. Вести разработку 3D игры на таком ноутбуке оказалось очень тяжело. Что не скажешь о 3D моделировании. Пользоваться блендером действительно удобно. Также легко моделировать, как и на мощном компьютере. Только рендерится дольше. Итогово создать 2D игру даже на реально слабом железе можно. Мораль этого видео такова. Если вам хочется создать свою игру и у вас слабый ПК, это не отговорка. Разработка игры стала простой и не всегда требует большой скорости вычислений. За вас многую работу сделает движок. Может быть у вас не получится создать масштабный проект на слабом железе, но это точно может научить вас делать нормально. А вообще старайтесь накопить на хороший компьютер, если хотите заниматься этим всерьез. Так вы потратите свои вложения не впустую, а сэкономите свои нервы, деньги и бустанете продуктивность. На слабом ПК реально накопить на мощный. А ведь всё начиналось со слабого ноутбука.